Здравствуйте, господин Витальевна, директор Атара Маркова. Прошу, полетель, директор Атара Маркова. Доброго дня. И, изначально, успехи в результатах сервисного запрещения. Мы еще приходим в последний день в зале, а, скорее всего, за все для каждого. Сегодняшний разум, сегодняшний разум, сегодняшний разум, сегодняшний разум будет вистачен. А Божий утвердить уже приконания, з якими вы пришли сюда, щодо пошло в себе в подальшому житті. А поршу, після наших інформацій, ще доведеться визначатися. Ми сьогодні тут з колегами, яких Тарій Петрович представляв тут, для того, щоб, можливо, вам, багато з вас, допомогти. Визначалися. Я представляю компанію товариство комплекс «Агромарс», «Агромарс» у нас виробляє м'ясо «Хвачат породник» торгової марки «Вавриївських хвачат». «Думаю, що надячий тут не йдеться только зустрічали продукцію торгової марки «Вавриївських хвачат». Украинство за обсягами «Другая Украина» расположено основным подразделом, который занимается родительством мяса в начале региона, расположено под Киевом, за 40 километров до Киева, в селе Габриевка, Виженецкого района Украины. Украинство является компанией с вертикальной интеграцией, которая объединяет в себе процессы, которые необходимы для государства Киевом и Киевом и Киевом. Это расширение стерновесей с космодарским конкурсом, это выготовление комбикормировок, комбикормовых заводов в городе Бориске, в Киеве, которые расположены. Это работа с инкубаційной лекцией, этим занимается проварская филея компании, которая получает до миллиона горивых птицей, поручи от Бальківского горивая. И, конечно же, основный подраздел, который расположен в городе Бориске, это подраздел, который занимается непосредственно выращиванием в городе Бориске. Украинство имеет возможности, которые обеспечивают в городе Бориске до 170 тысяч тонн мяса в городе Бориске, с самым широким ассортиментом кинцевой готовой продукции. Основная задача компании и основной имидж компании будет на качестве продукции и безопасности. Я думаю, что мы знаем, что наша компания и наши коллеги имеют доступ к Европе. Своего часу прошли достаточно серьезную процедуру отримания таких дозволов. Мы сегодня имеем в виду технологию по городу Бориске, которая проводится за стандартами «Каляль». Мы имеем выходы и наша продукция присутствует на рынках исламских стран. Мы сертифицированы иноземными компаниями, наша продукция. По-перше, все вероятность и вся продукция сертифицирована до международных стран. По-перше, компания Беретас каждый год подтверждает эту сертификацию. Соответственно, наша продукция воспринимается, споживается, в том числе и в самых важных странах. И самыми важными компаниями – это в странах Европе. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы, несмотря на то, что и технология, на жаль, не украинская, а иноземная, европейская, по-перше, но благодаря работникам, в первую очередь, специалистам, среди которых, много тех, кто научился в стилах вашего университета, ваших коллеги. Мы на сегодняшний день имеем результаты, которые соответствуют технологическим результатам, которые получает весь мир. На 42-43 день средняя веса кручат-роллеров складывает 2,650 кг, 2,750 кг. И мы благодарим этому, кто и раньше поставил теорию и знания в синах вашего университета. И, конечно, тем, кто буквально из студентской области прибыл до нас в последний период. Я маю завтячити науково-педагогическому коллективу университета, который идет на встречу университету, как и сегодня. Это сегодня подтвердил и шановный ректор Анатолий Степанович ДНР, и Виталий Петрович подтвердил, что университетом свариваются новенькие формы співпрации с предприятиями, которые предпочатают подготовку высоко квалификованных специалистов, которые не объединили за науково-педагогическим коллективом, с ветеринарным факультетом, с работой первой группой для построения актуальности. И у нас есть хороший позитивный доступ. Мы вам задячиваем и будем просить и рекомендовать. Потому что студент, который пытается найти себя в той или иной сфере, он, в данном случае, параллельно сдобивающий эскитер, завершивающий навчание, он уже добивает практические навыки, он добивает практику. Поэтому цена ценного специалиста достаточно высокая в сравнении с другими, которые с дипломом появляются на городе, но не имеют еще, соответственно, доступ к практике. У нас есть достаточно локаций. Мы про них заявили. Мы заявили в официальном порядке. Это все размещено на информационном пространстве университета. Я требую судить специалистами, которые по закінчению эквендационной частини, которые выявят желание не только поговорить, а и продолжить нашу сотрудничество. Те, кто готовится прийти к нам и работать по специалистям, которую мы добиваемся в этом году. Спасибо за внимание. Я дякую за увагу и божаю нам всем вместе в томном успехе. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 В зв'язку з тим, що не дуже багатьох господарств на сьогоднішній день не розписали полноценного ветеринарного забезпечення. Ми створили вимушення, фактично за принципом Європа, за принципом Європа, за принципом Європа, ми створили дві центри ветеринарного злова. Заводися, що сьогоднішніше, відповідали всі майцівність на сьогоднішній день, на те, що вони доробляли вимушеннями. А коли сьогоднішній день є вісім, з'яснення невісти, а йомусь і з тим, я, я не можу сказати, що вони доробляли всіх розрекотів, і будуть спробувати саме просто небезпочтенцію. Те, кто не боится работы, те, кто хочет учиться и хочет учиться профессионально, я вас услышу тоже, как у нас. Мы форму образуем птицу, вырожаем птицу, переробляем на переробных комплексах, а также переробляем на переробных комплексах. Сейчас у Павелы, Петербургской области, есть биографический комплекс, и в 2020 году будет открываться новый биографический комплекс, и планируется, что он будет наибольшим в свете. Как вы уже сказали, мы известны птицами браковыми марками Ядина-Шалявка, Олегко, Бошинский, Апетита и Шатрова-Кинцева. Мы экспортуем курочку под брендами Куалико и Украиня-Чикень. Більшість нашей продукции входят в Украинский вход. Как говорит наш глава правильня, мы за то, чтобы вызвать молодых специалистов, поэтому мы строили программу премьерного развития. Это практики и стажирование. У нас есть практики для студентов, первых, вторых, третьих курсов. В основном, у нас есть практика неоплачиваемая. Мы предлагаем студентам житло безкоштовное и обеды безкоштовные. На период практики ваших университетов, вы приезжаете до нас на уроки, до вас прикрепляется наставник, который вас навчает, все показывает, создает для вас план навчания. Вы проходите практику, где-то два месяца или полтора месяца, в зависимости от факультета или университета. И на этом все. Стажирование. Стажирование – это официальное оформление, оформление по трудовой книжке. В этом году студент будет заработать заработную плату. В период проживания – три месяца. На этот период у нас также прикрепляется наставник, который вам все показывает, рассказывает. И потом после трех месяцев стажирования вы уже можете самостоятельно функционировать в нашей компании. Стажирование – это оплачиваемое. Также на уровне специалистов. Мы еще проведем лекции и экскурсии для студентов. Экскурсии. Можна отведать любое производство. Нужно собрать группу, где-то 18 из 23 человек, подать заявку на мою пошту, мы организуем вам автобус, объедите, экскурсию невозможно. Также наши руководители могут отведать к вас с лекциями. Если вам интересно, мы выберем Еще у нас проходят такие конкурсы, как ракатоны. Мы, возможно, мы учили недавно ракатон для специальности в интернет-медицина. До нас приезжали больше, чем 80 студентов из разных точек Украины. Также скоро у нас будет конкурс для всех специальностей на получение стипензии. Студентам необходимо написать коротень ГСМ. Мы выберем наиболее 10 человек, и они будут от вас получать стипензию на протяжении полтора и выполнять разные такие маленькие задачи. Отлично. Отлично. Дякую вам за увагу. Я думаю, что если у вас были какие-то вопросы, вы можете вертаться до меня. Можете найти мои контакты на страничках в Facebook и Instagram. я вам дам контакты, кто на уровне вы освещены, мотивованы, активны и мобильны. Отже, подписывайтесь на странички в Facebook и в Instagram. Я вам дам контакты. Если вы вопросы, мы начнем с терпением. Спасибо. Всем добрый день. В первую очередь, хотят очень поблагодарить с организатором данного мероприятия. Несмотря на уже прохладную погоду, зверковские актракты встречают настоящее тепло. Спасибо вам большое. Как уже мне представили, меня зовут Федота Валёна, я специалист по подбору персонала компании PepsiCo Украина. Давайте немножечко познакомимся с нашей компанией. Я вам вам расскажу. следующее. Что такое PepsiCo Украина? Ой, PepsiCo Украина, прошу прощения. Не знаю каких людей, которые не слышали бы о напитке Pepsi. его можно найти в любого главы мира. В мире мы находимся более чем в густо странах. У нас есть 22 бренда лидера. Более 300 тысяч человек в данный момент работает компанией во всему миру. Можно следующий слайд. пепсика что такое пепсика в Украине? В первую очередь это 4 мощных производственных комплекса. Один находится в Хайкове. молочный завод. Один находится завершённый и два завода в Николаеве. Одно это снеговое производство и напитки песок. также у нас в Украине работает около 4000 сотрудников и 16 офисов по всему миру. немножко о наших брендах о компании много что кто слышал но информация разнится поэтому чтобы рассказать этот раз я вам представлю все наши бренды. По категории соки это сангора, садочек наверно как кто-то из вас употребляет данную продукцию. из снегов это лейс и хрустинь. напитки всем известные пепси, меринда, сорнап, детское питание груша и собственно наша звезда это молочная продукция продукция лимитан чудо машинка смачненький напитки на волках лимитин можно следующее слайд пепсика в Украине представляет собой сингулярность и совмещение двух очень крупных компаний таких как садора и лимитана садора присоединилась в пепсиках в 2007 году лимитана в 2006 году можно следующее как мы не поняли что в городной компании в пепсиках есть стратегия стратегия по работе с людьми по отношению к людям по отношению к окружающей сегне можно следующее области конечно же все услуги подключенные цифрами например пришлем не власть области все школы обеспеченные чистые компании компании заботятся окружающей среде поэтому у нас упаковки все экологичные можно следующее все эти услуги и поэтому есть такая международная сертификация как только в этом году пепсика впервые получила данный сертификат в украине всего пять компаний которые имеют данные сертификации за счет чего за счет мотивационных программ за счет компенсации за счет корпоративной культуры за счет компенсации что мы представляем для студентов помимо трудоустройства для ребят старших курсов у нас есть программа стажировок рассчитана как раз на старшие курсы поэтому совмещение не полное а 05 занятость стартует она весной пор мы проходим после нового года ко мне можно выйти немного похоже я вам расскажу более подробно я расскажу как поучаствовать это полностью официальная программа стажировок оплачиваем поэтому будем приглашать следующий почему стоит работать вебсика в первую очередь это международная компания что это значит что у вас есть возможность развития не только в Украине но и за рубежом я помню 200 стран по всему миру и возможность развития карьерного роста не только по вертикальной оси но и только горизонтальной то есть вы можете совмещать свою атмосферу можете менять сферу деятельности не бойтесь будете к этому открыты приветствовать а также что может еще предложить для вас датчика это конечно гибкие условия труда это это возможность обучения у нас есть свой университет в котором есть цитусы можно их проходить можно обучаться языкам можно изучать различные сферы не значит что это если вы технологии значит вы можете например обучаться финансам и сменить сферу деятельности а также это медицинская страховка это питание это развозка с недавних пор мы отпустили развозку поэтому приглашаем вас посетить нашим предприятиям позабеседоваться в институте на институте так же мы приглашаем студентов можно зачитать собственно пояк всех Украина мы вместе ведем здорового проживания следующее слайд вместе в другом семейном дни карьеры не заботиться окружающей среде мы сажаем с ними всем спасибо большое коллегам с вами я пожелаю удачи в следующий день хороших студентов хороших встреч студентам работодателей первого спасибо 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 удачи 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 композит и я ваше хотел остановиться на то у пакуль культура удачи факультет в культуре. И уже как дальше вы решите, это будет уже зависеть от вас. Уровень жизни в стране и продолжительность жизни человека в стране зависит от того, сколько человек потребляет рыбы и морепродуктов. На данный момент, если так взять в общем, можно отравить по разным видам продукции. Рыба пока занимает ненужное положение, но это будет перспектива, которая вам, молодежи, необходима будет в стране в мире. Сейчас очень большое внимание идет в спорчатые морюзки. Это рыба, которая с высшим содержанием протеина. Это продукция, по крайней мере на данный момент, натуральная, которая набирает свой вес, белки, жиры, углеводы за счет натуральных коров, и мы с вами можем их употреблять. Аквакультура, как такова, сейчас она слаживается с таких основных составляющих. Это установки закрытого водоиспечения. Сейчас они более актуальны, потому что окружающая среда, браконьерство, птица, которая такое все больше и больше, съедает тот продукт, который будет потреблять. Это второе, там, получение, прыгнув в труда. Более большой площади, большой объем работы. При этом есть возможность заниматься селекцией, генетикой, что сейчас тоже актуально очень. И в этой рюке новые продукты, которые дают возможность на данный момент даже экспортировать рыбу за генетикой. И туда же включается еще охрана этих объектов. Сейчас Украина ведет переговоры в какой-то, ну, в большей степени на готовую продукцию уже это есть. А вот именно на живую и свободную рыбу ведут переговоры с Европой на поставку продукции. И если этот рынок откроется, будет гораздо больше диспетивы. Два минуты выращивать эту рыбу и поставлять в Европу. Потому что на данный момент Европа закрыта. Ведь для того, что еще не введена и у нас международная система продуктов ХАСП. И вам ее, опять же, внедряют здесь, на Украине. И с следующего года эта система будет работать. Она позволит расширить этот рынок, увеличить, естественно, выход в вас, будущих специалистов и рабочих на своем месте. И в эту же обрасль можно отправить экологию, которая сейчас снова же будет в какой-то степени зависеть от вас. Потому что качество продукции, в каких условиях она выращивается будет, зависит от того от вас. Своевременная диагностика, своевременное лечение рыбы, профилактика заболеваний. Я не знаю, как в Киевской области, хотя, в принципе, да, тут есть специалисты, в Черневском. Нет даже специалистов, которые их терпорологов вообще. То есть это диспетива, которые ожидают во многих областях. То есть реально определить, чем рыбам заболеет или может заболевать. Каким он носителем, что с ней делать. Специалистов мало. И снова же, этих людей, этих специалистов, вас, это ваше посетительство в том, чтобы работать в этом направлении. И от того, какое из направлений вы возьмете, уже сейчас зависит от вас. Для тех ребят, которые приходят к нам работать, видно сразу, что кто-то готовы работать в огромных уровнях, кто-то больше в генетике, кто-то больше в обучении товарной рыбы, кто-то, возможно, хочет быть проблем с об этой же организацией. Это очень хорошо. Поэтому, если вы хотите понять, где, в какой структуре вы будете работать, можете идти к нам, как предприятия. На данный момент мы производим облов, как от рыбопосадочного материала, как производитель ремонтного старта. Бегуально там через неделю будут асинтровые облаковы разных видов, транспортнижные в том числе, и товарная рыба. То есть это даст возможность вам сориентироваться, где вы будете себя найти. Потому что, из моего опыта, профили, которые узконаправлены, птицеводство, птицеводство, кромно-рогатый сход, будет более так, попроще. Рыба, она холоднокровная, не может быть тепло. Вы же не проявляете тепло, вы получите себя. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин